до нового года осталось всего лишь неделя и рэп игра ожидаемо стала менее активной и так хватило событий конца ноября и начала декабря однако совсем артистами для пространства не покинули сегодня ночью тоже вышло несколько довольно громких релизов плюс появилось немало инфоповодов о которых стоило бы вам рассказать в этом выпуске мы расскажем вам как слава мерлоу провоцирует конфликт с мус тв за что манекен наехал на оксимирона и как эдширан смог поставить мировой рекорд с вами канал убиваю bpm мы начинаем поехали начнем со славы мерлоу буквально вчера он выкинул награду звезда мус тв в окно зачем прорыву года награды звезда мус тв написал он следующей истории слова был номинирован на премию прорыв года от телеканала мус тв но победа досталась группе добро видимо слава продолжает стратегию конфликта с премией мус тв который в свое время начал еще моргенштерн если вы помните алишер этим летом проиграл номинации артист года александру реви за чего устроил настоящий скандал в ходе которого успел нахамить еще и ксении собчак вместе с дмитрием нагиевым ведущими шоу моргенштерн и слава начали эпатировать на данной премии самого ее начала мэрлоу пришел в порванном костюме а моргенштерн подкатился на кресле катал слава на самой премии на сцене слова тоже кое-что выкинул но тогда это была не награда от мус тв а микрофон в общем алишер и слава никак не могут оставить покой этот бедный телеканал который недавно еще и выплатил штраф за пропаганду гомосексуализма есть новости и пробег бэйби тейпа который немного рассказал тайну про свои будущие проекты вот его цитаты из stories прикиньте я делаю по два трека в день последние четыре дня у меня такой режим еду на студию записываюсь приезжаю домой спать просыпаюсь пишу текст и еду на студию чувствую себя конвейером также и город сказал что работает на двумя сольными альбомами дату релиза какого-либо из них он пока не называют вот его цитаты из комментария для tnt music я работаю конечно не переставал ни на один день работаю над второй частью бандана над сольным альбомом и еще одним сольным альбом много музыки которые еще не записано много чего еще не успел сказать передать по ощущениям планы становиться больше работы мы доверяли друг другу и ну как бы я это знаю я изначально понял то что нужно ну если я буду всегда топить там на своем том особо так ну мы не сдвинемся никуда воды и кизару это тоже прочувствовал этот момент по скорее всего одним из релизов является laflare альбом с этим названием тэйп анонсировал в ноябре 2020 и планировал выпустить в течение следующего года этот проект должен состоять только из треков с использованием автотюна по крайней мере так писал рэпер в октябре 2021 впервые автотюновый тэйп laflare появился на трэп медалях из дебютного худрич тэйлз позже автотюнового тэйпа мы слышали в 2019 на трэп ла а еще венами насосом music платины о втором альбоме известно меньше осенью 2020 тэйп выпустил серию сольных треков а пятницу совместность молодым платоном влюбилась ни в одном из них он не поет а только читает о продолжении бандана стало известно еще до релиза первой части вот цитата кизару если честно то за это лето с егором я сделал такое количество треков сколько не делал за три года своей жизни мы записали огромное количество музла люди даже не догадываются что еще мы им приготовили буквально сегодня утром отметился и манекен парень из то самки ее постоянный саунд-продюсер он пришел на подкаст вес рэпа и рассказал многое про себя свою работу и сотрудничество с дашей помимо прочего букер манекен обсудили рэп игру а именно темы шапы которые стали очень популярны в последнее время в тик токе сейчас на вершине хайпа мы шапы стрек кизару и тейпа но началось все с оксимирона таким образом манекена и букера речь шла про мирона яновича и манекен высказался довольно однозначно страшно да такие мысли даже в голос я не хочу брать просто даже не хочу на эту тему общаться просто для меня это вообще другой путь какой-то еще не я имею ввиду не об этом я больше говорю даже не о музыке а как а вот культурном феномене потому что ну вот вообще не понимаю вот просто мы с разных вообще планет я не знаю вот они понимают как кизару например но с какой-то страны дать я не хочу типа идея кизарского я не хочу учить эти слова ну да я не хочу реально учить и стала и всех не знаю но представь не было бы оксимирона не было бы маша на самом деле да блин почему не ну вот этих не было как мы видим против умных слов оксимирона теперь выступает не только олег кизару но еще и олег манекен напомним что кизару вот такими словами описал трек кто убил марка цитата я не могу слушать его рэп не потому что у него плохой рэп а потому что я не качал головой не под один его трек то что он пытается там тараторить и вставлять сверх интеллектуальные слова не ставит его технику и подачу кто-то называет это граймом приписывает к англии чуваки вы долбитесь в уши похода вы не слышали нормального грайма из англии если называете это граймом чел абсолютно потерян музыкальном времени у него нет понимания панчлайна его панчлайны это какие-то завернутые слова там надо под смысл какой-то искать это совсем не надо никому никто не будет это делать мне даже не интересно кому это надо это не качает это супер по-старому это хочется выключить я не говорю что он какой-то глупый тип наверное он там со словарем сидит когда тексты пишет я таких слов даже не знаю мне неинтересно их учить я не буду использовать их лексиконе в треках или когда пишу письмо это все мимо его музыка мне напоминает скрежет вилки по тарелке это у меня в ушах когда я слушаю его треки все это не в обиду ему сказано пусть занимается чем хочет но все это отклик какого-то сила я не хочу быть с этим связан мне это не интерес тип не выпускал музыку 6 мать его 6 лет он не выпускал музыку выпускает рек мать его на 7 минут если не ошибаюсь также вчера вышел новый выпуск вписки для героем стал сквозь баб который многое рассказал про свою жизнь но раз уж мы заговорили про оксимирона то нужно отметить что марат рассказал свою интересную историю знакомства с яновичем и вот как все это произошло знаешь что сделали короче первый контакт с оксимироном как случился же как короче взял его трек я хейтер и полностью его перезаписал голосом типа бит бочки все снэйры короче направили так с мирону и оксимирон ты запостил себе на страницу во вконтакте представляете а потом вы лично познакомились потом мы познакомились лично у меня был концерт в петербурге и мы поехали к нашему корешу вани гринько в его бар приезжаем полный бар народу игру нам говорят все с оксимирон приедет к ага да 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 конечно да да приедет я иду в туалет короче писать и тут мне на плечо рука я такой поворачиваюсь и там оксимирон и мы начали общаться и я говорю слушай типа мирон ты не обращай внимание я скорее всего не буду ничего говорить потому что я сейчас в ахуе поэтому я бороду просто слушать ему было такое хорошее настроение он столько всего рассказал крутого даже того что я бы постеснялся когда-либо спросить а когда ты фанат столько лет естественно у тебя скопилась куча вопросов но потом я был бухой и все забыл поэтому оксимирон расскажи еще раз теперь давайте перейдем к группам этой ночи под конец 21 года пора бы уже начать разбираться в хайперпопе который в последнее время набирает все больше и больше в плане популярности если вы только хотите начать знакомиться с этим поджанром то eternity поможет вам в этом system free race это дебютный альбом 17-летнего парня которому уже не раз выражал свое почтение гриша у джи будда оно и оправдано ведь столь юные годы парень уже имеет крепкую фан-базу индивидуальный стиль который поможет ему продолжать строить карьеру влиятельного музыканта кстати с будой у него есть фит под названием фитиль илья фок который не особо часто появляется на радарах выпустил очередной трек с димой баммер гамбум пла шока их дуэт имеет множество трек поэтому композиция похороны клоуна также хорошо вписывается в дискографию кажется у нас намечается новый не очень правдоподобный биф молодой исполнитель янгр олян который по его собственным словам имеет connect small and music ступил на тропу войны не с кем-нибудь и самим big baby тейпом правда все это выглядит не очень правдоподобно повторимся все началось с того что янгр ойлян якобы приобрел биту и горе и они с ним договорились на роялти 50 процентов с релиза в итоге произошел трабл с агрегатором в результате чего роялти тейпу не пришли хотя какие там могут быть роялти неясно и горы это якобы не понравилось сейчас он грозится удалением альбома где был вот этот трек а вот как звучит аудиозапись разговора янгр оляна и якобы тейпа пообщаться хочешь ничего я не понимаю эти говорю это написал конкретной просьбы удали это пожалуйста просто мне не в кайф то что это все находится в ака если на ютубе типа я отправляю им типу верить или нет решать вам может быть кто-то хочет хайпануть на имени егора лида не сдает своих позиций и снова в рядах пятничных новинок он появляется с новым мем треком коля-коля это тренд который появился совсем недавно тикток под первозданный трек лиды и артист взялся за повторную музыкальную реализацию фонарем растаял снежок тифест продолжает развиваться под своим вторым сценическим именем бриллиантовый ти под которым в этом году он уже выпустил несколько треков и даже и пи атлет не несет в себе большой смысловой нагрузки это танцевальный трек в котором он под электронный бит рассказывает о своей успешной жизни в столь юном возрасте баттерс который славится своей большой любовью к живому рок звуку представляет обновленный взгляд на его самый известный трек мясная лапка который записан совместно с бульвар депо новая версия отличается более выраженным панк звучанием в этом году все ожидали услышать от бушеда же дебютный альбом но он решил отложить его на неопределенный срок дабы приятно удивить нас будущем двадцать втором году однако наличие альбома не сказалось пагубно на его карьере 21 год стал для него прорывным как для артиста он увеличил свои прослушивания в разы и завоевал признание слушателей nightmare before xmas это двух трековый проект в котором раскрывается самые сильные стороны бушеда жо панчи и одлибы и ноги выпусить 2 но я взял с ночи лжи пошлая молли продолжают серию совместных треков предыдущий трек дом перенен отметился успехом у слушателей и даже успела разойтись по тик ток дав явно понять что у дуэта кирилла бледного и лёши есть перспективы чупа-чупс это снова сочный электропоп примесью рок-н-ролл исполнения от пошлой молли показав ошеломительный старт карьеры энке артем шиловиц и unique продолжают дарить нам новые заедающие в голове куплеты показывающие всю мощь влияния продвижения в тик ток вот подъехал их новый трек чел это ты чел ты не чел я не чел ты чел я не чел это magnum opus готовящий новый альбом все-таки решил отличиться и в завершении года двумя новыми треками в которых показал два разных звучания март это грязный детройт рэп в котором он читает о бопах деньгах и успехи а big brain напротив все подается более мелодичном формате теперь давайте перейдем к западным новостям shape of you эда ширина стала первой песни которая набрала 3 миллиарда прослушиваний в спотифай песня вошла в альбом ширина 2017 года на сегодняшний день более миллиарда прослушиваний есть у следующих песен ширина касса ланы хилл аппер головы герл айдонки и beautiful people ранее спотифай подвел итоги 2021 года и назвал самые прослушиваемые песни альбомы плейлисты а также самых популярных артистов на платформе среди российских пользователей платформы главным музыкантом стал моргенштерн самым популярным альбомом бандана от кизару и big baby tape а на сегодня у нас все какая новость впечатлила вас больше всего пишите свое мнение в комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока